мы с вами дошли до задачи 5 сейчас немножко напомню теорию ну наверное не совсем напомню потому что я на лекциях как раз дошел точно до этого вот дело в том что частица может не только двигаться свободно но на нее могут действовать разные силы частицы могут например находиться в электромагнитном поле и тогда значит надо уметь писать уравнение движения мы на лекции сегодня только-только успели его вывести вот ну и в общем сейчас я как раз скажу что должно было получиться если бы было еще минут пять у нас на интерпретацию результата значит так частица частица в электромагнитном поле мы с вами вывели вот такую штуку на лекции п . ну давайте так я даже не на лекции сошлюсь а на ваши знания из школы с точкой равно чему ну или которая действует со стороны полей со стороны электрического поля действует вот такая сила и со стороны магнитного поля так это вы только пришли да зафигите себе пять минут и напишите вот этот тест тогда а чего человек опоздал на несколько минут и получается что ну все таки наверное надо вот в семнадцать двадцать пять тогда давайте ладно вот значит можете подойти зафоткать эту доску сразу и потом я ее перепели перещелкну значит п с точкой равно ну вот обычные силы которые действуют со стороны электрического и магнитного полей где электрическое поле это минус градиент и минус один на c до pdt магнитное поле это ротор вектор потенциала это то что вы знаете и так вот теперь в чем разница между релятивистским и ньютонов ским уравнением движения они вроде выглядят одинаково разница в том что здесь стоит именно п с точкой п с точкой это д по дт от гамма м в то есть это д по дт м в делить на корень 1 минус в квадрат на c квадрат вот заметьте что дифференцировать по времени здесь придется не только эту скорость как у ньютона но еще и вот эту соответственно уравнение другое более сложное и во многих случаях когда ньютон решился бы это уравнение не решится так просто сегодня мы с вами как раз и рассмотрим один такой случай ну когда и ньютон правда и с того решается но увидите разницу решается более сложно вот задача 5 значит там есть частица так она периодически глючит начинает есть частица заданной массой и заданной энергии в начальный момент времени на которую действует электрическое поле электрическое поле ну соответственно нам нужно только маленькая часть этого уравнения движения вот и еще в рамках теоретического ликбеза добавлю еще одно уравнение которое является следствием этого но на лекциях я про него еще скажу дело в том что даже когда есть магнитное поле оно все равно не меняет энергию потому что она действует перпендикулярно скорости всегда да и в результате ну там вы знаете это гироскопическая сила она может только раскрутить частицу но не меняет энергию вот и в результате можно еще написать такое уравнение производная энергии частицы по времени это просто работа электрического поля я думаю что для вас это достаточно очевидное уравнение производная или производная энергия это сила или с которой действует электрическое поле помноженное на скорость но это как бы само собой да вот значит но тем не менее вот два уровня но вообще говоря на лекциях мы будем вот как получать мы запишем четырехмерное уравнение движения на следующей лекции и потом четыре компонента будут вот это нулевая временная компонента вот это будет пространственная но на самом деле вот это времена является средством вот этого то есть вот из этого можно вывести вот это тоже вот но я пока это же семинар тут действуют вот рецепты да я тут сошлюсь на школу вот смотрите значит вот эта сила а если действует постоянная сила какая работа этой силы на частицы но надо работа в единицу времени надо помножить эту силу на скорость частицы правильно же вот мы это и сделали это как раз естественно будет приращение энергии во времени вот так что тут его элементарно вот и вот значит эти два уравнения понадобятся при решении задачи значит ну в принципе чего тут понадобится понадобится следующее это я к тому что кого-то хочу пригласить к доске надо написать одно уравнение другое уравнение здесь силы постоянны ну здесь надо вы как др по дт дальше надо проинтегрировать ну тут интегрирование это просто п равно по 0 плюс е е т например да вот такое интегрирование аналогично с энергией записать потом там дальше я скажу чего записать есть желающие пока вы думаете я да расскажу условия значит кроме того что значит сила действует на частицу она разгоняется в нерелитивистом случае это будет разгон где скорость линейно зависит от времени как в девятом классе а здесь будет чуть чуть посложнее здесь из-за того что значит дпдт она берется от всего релятивистского импульса разгон будет более сложным законом определяться но тоже там все интегрируется все записывается и задача звучит так значит эта частица которая разгоняется она вот имеет конечное время жизни но это конечное время жизни в ее собственной системе отчета это что в конце этого семинара начал рассказывать то есть у нее есть время полураспада тау надо чтобы вот в ускорителе где это происходит значит есть длина ускорителя и есть электрическое поле которое разгоняет в линейном участке надо чтобы частицы ускорились до заданной энергии за заданное собственное время то есть чтобы частицы ускорившись до но от энергии е0 до энергии е успели как бы выжить до их слишком долго разгонять нельзя иначе они помрут это время вот и это время полураспада отчитывается в их собственной системе причем время полураспада до тау это как вы наверное помните значит небольшое приращение собственного времени это небольшое приращение времени в лабораторной системе делить на гамма где гамма вычисляется ну вот так вот учетом скорости самой частицы соответственно если частица ускоряется вот результирующая прошедшее время тау она вообще отчитывается не так просто там надо проинтегрировать то как частица ускорялась и посмотреть какое то у пройдет в ее системе вот но мы с вами подействуем немножко по-другому мы найдем мы найдем движение частицы а дело в том что траектория частицы она вообще считается в зависимости от параметра тау то есть тау это собственное время которое служит для параметризации траектории вместо обычного времени в ньютоновской механики мы с вами говорили что все записывается от тау поэтому мы в общем то естественным образом найдем значит но кто-нибудь надумал то я никогда никого не вызываю я могу и сам решить могу даже записать себя в список и поставить себе потом баллы почему неловко у меня такая это большой профит для вас потом на контрольной будет там голова болеть да мало ли чего там решите половину вторую половину из этих голов возьмите значит давайте начнем более общей постановки задачи найдем движение частицы под действием постоянной силы значит вот что полезно для этого написать значит во первых дпп дт равно е на е вот это и ну давайте вначале запишем дпп дт равно е на е да е по дт равно е е др по дт можете даже пойду и дx по дт да у нас координата x одномерное движение ну начнем вот это а вот давайте так даже запишем дпп равно е е дт можно так ну можно дт перенести сюда для того чтобы прям было вот как надо ручка иногда глючит делать не пойму в чем можете даже без вектора потому что у нас движение одномерное да по оси x допустим линейный ускоритель е е т дт замечательно а второе уравнение это вот смотрите мы скорость можем когда е д д д x по дт записать и дт сократить иначе дарили пока не надо то есть по сути у нас просто задана некая постоянная сила неважно чему она равна ну вот она равна пусть вот этому а мы просто ищем движение до в дт это д x замечательно теперь если мы это одно и другое уравнение проинтегрируем и скажем что в начальный момент были импульс и энергия равны p0 и е0 то значит ну соответственно p равно п 0 плюс е дт и для энергии аналогично ну или и можно их написать да вот значит импульс и энергия зависят тривиальным образом теперь значит чтобы ко времени постепенно переходить давайте запишем соотношение между энергией и импульсом соотношение такое е квадрат минус p квадрат равно точнее е квадрат минус p c квадрат равно mc квадрат в квадрате вот это общее соотношение е квадрат я который вот это е квадрат вот замечательно теперь давайте вот что сделаем смотреть подождите давайте перенесем это сюда и обе части еще поделим на mc квадрат чтобы получилось единичка тогда будет данным c квадрат ну там е на mc квадрат все это в квадрате да минус p на mc квадрате у меня бы были люди которые каждый семинар выходили по два раза даже равно единички да ничего хорошо себя чувствовали в конце семестра вот значит теперь догадайтесь какую замену тут стоило бы сделать гиперболическую замену то есть имеет смысл энергию до энергию обозначить как mc квадрат плюс синус какого-нибудь там и ap равно mc минус какого-то фи вот если мы сделаем такую подстановку то у нас дисперсионное уравнение будет автоматом выполнено вот ну то есть мы связь энергии импульса используем чтобы их обоих одним параметром обозначить и вот замечательно значит теперь в общем мы как бы в таком виде теперь и будем искать энергию и импульс но нам нужно еще выйти на время и оказывается что фи с точностью до множителя как раз оказывается собственным временем так вот повезло сейчас мы это выясним значит а выясним мы это так давайте давайте возьмем и найдем дифференциал обоих соотношений вот этого да есть здесь дфи чтобы было и дпс так там было дфи не там всего проще и дфи замечательно вот а также заметим что мы уже дифференциалы этих величин писали правильно вот они вот давайте теперь вот какую штуку сделаем значит мы мы можем возвести вот это в квадрат и вычесть из него вот это возведенное в квадрат и в итоге сделать так чтобы тут получился интервал c квадрат дт квадрат минус dx квадрат а потом еще дп и де подставить вот оттуда дополнительно и мы сможем ну интервал он связан собственным временем и мы тогда интервал дфиса поставим то есть собственное время значит вот это надо домножить на c возвести вот эти обе стороны обе части в квадрат и вычесть квадрат вот этого квадрате нам теперь понадобится адрес этот cd то у дата у и все это скорость света на дата у то есть интервалы собственное время это почти одно и то же и значит теперь она получить да да мы можем до домножить на c обе части возвести в квадрат значит будет квадрат dp квадрат минус b и квадрат а вот смотрите если мы домножим вот это на c возведем в квадрат и потом вот это возведем квадрат видите здесь разность как раз в разности интервал возникнет это задача решение серии запишем и вдруг заметим то есть вот так вот сразу как-то я не знаю как наверное тоже как-то может догадаться а ты она как раз расходуется на интервал c dt квадрат c квадрат да я вам неправильно подсказал да вот так ну туда в скобку там да вот так а я имел ввиду вот это c она как раз будет в c квадрат dp квадрат минус bx квадрат как раз вылезет короткий период этого семестра когда приятно смотреть в окно я думаю что через неделю уже все будет там коричневого цвета в этом кстати отличие весеннего семестра от осеннего в осеннем больше хочется работать чтобы не видеть что происходит на улице сейчас пока не хочется о замечательно это с одной стороны а с другой стороны можно теперь вот это подставит сейчас секунду ну да ну тут теперь ds к ds можно как c dtao уже написать так сейчас нет помощи сейчас тоже 100 что ли они ну давайте напишите не все нормально как бы сейчас они тоже 100 не получится все нормально сейчас будет то что надо вот замечательно ну чё синус и шинус уходят до df в квадрате ну вы приравните для начала c квадрат в квадрате да вот теперь можно квадратный корень извлечь и нам надо дфи в итоге выразить да дфи и датал вот как видите определенный аргумент оказался так удачно определен что это практически собственное время ну тогда можем подставить вот сюда вместо фи вот это вот выражение относительно собственного времени давайте даже скажем так что мы же можем начало отчета времени вот этого аргумента фи выбирать вот давайте выберем так чтобы без дифференциалов просто фи равно вот эта штука то так выберем начало отчета собственного времени да и подставим сюда собственно нам понадобится только на самом деле только уравнение для энергии так получается нам же надо посчитать ну давайте подставим потом вспомним потребуется задача мы как бы движение нашли то есть нашли как меняется импульс и энергия в зависимости от собственного времени вот а теперь учтем вопрос задачи ну сейчас напишите напомню чесено значит и вот а вот вместо фи можете вот это подставить они все вот так то есть у нас вполне хорошая функция вот теперь что нам надо найти значит задача было значит есть энергия до которой надо разогнать частицу и есть собственное время которое отпущено вот этой частице а нужно соответствующее значение электрическое поле вот собственно его и мы знаем энергию знаем собственное время просто отсюда выразить электрическое поле но придется вспомнить что есть такая функция обратный чесинус она пишется арк арк чесинус я не помню почему тригонометрические функции обратно это арк а эти арк но по-моему арк это дуга означает то есть это арк косинус косинус это там длина дуги соответствующая такому-то косинусу да вот как-то какой-то такой смысл а здесь он почему дуги нету понятно но здесь почему-то арк вот здесь арк х да может быть но арк косинус же пишется ну вот и отсюда найти электрическое поле надо ну еще надо найти длину ускорителя но это еще проще потому что есть вот это уравнение вы как раз видите е и е0 отсюда находится x длина ускорителя вот ну и собственно и все а е0 известно известным просто и сюда да идея 0 то есть просто и крутили вырубить да хорошо все спасибо так замечательно ну вот значит мы как без перемены но на пять минут раньше да вроде пока мне удавалось это соблюдать значит ну вот как решается задача о движении в постоянном поле постоянной силы в с того да неважно там электрическое поле или какая-то сила в общем вот такое движение поле постоянной силы так что там у нас следующая следующая задача про движущиеся зеркало очень любопытная задача кстати поучительная так это задача у нас шесть движущиеся зеркала вот поучительная эта задача потому что она показывает что преобразовывать с помощью преобразования лоренца можно не только координату но и разные четыре векторы другие если вам нужно что-то преобразовать виду в движущуюся систему отчета один из хороших вариантов придумать четыре вектор компонентами которого будут те величины которые вас интересуют если вы придумали то просто теперь вектор преобразуете лоренцем и ни о чем не задумываетесь и вы получите сразу правильный ответ вот значит движущиеся зеркало ну вот значит есть зеркало сразу какую-нибудь систему координат здесь придумаем так наверное так да давайте так придумаем значит вот падает волна ну допустим мы знаем частоту падающей волны и знаем угол падения это вы знаете из школы что угол отражения равен углу падения то есть он отразится под таким же углом и вы даже не задумываясь скажете что чистота не изменится при этом процессе да если бы упал красный свет отразился синий то наверное было бы это странно хотя если сделать зеркало из нелинейного материала почему бы нет ну там нам не знаю удвоение чистоты ну ладно сейчас не об этом значит а теперь значит усложнение пусть зеркало движется навстречу сюда со скоростью минус в вот и в принципе можно предположить что она как бы это пинает фотоны на встрече которые летят на него и может и отраженный луч сюда загнуть и чистоту повысить да в принципе это вполне похоже на это но как все-таки посчитать так ли оно и вообще посчитать в какую сторону будет отражаться и с какой чистотой этот свет но мы с вами научились уже почти виртуозно переходить в разные движущиеся системы отчет вот поэтому напрашивается то что можно связать с этим зеркалом систему к штрих перейти в нее в ней применить закон отражения школьный и потом вернуться обратно в лабораторную систему отчета вот то есть сделать два переход два перехода значит мы переходим из системы к систему к штрих помощью преобразования лоренца потом мы остаемся в к штрих но уже учитываем это отражение р это обозначу да там меняются параметры луча в соответствии с законом отражения и потом мы обратно возвращаемся в систему к с помощью обратного преобразования лоренца но вопрос в том к кому мы будем применять это преобразование лоренца значит вообще говоря нам нужно придумать какой-то 4 вектор который будет включать в себя частоту и направление движения вот если кто-то вдруг придумает то подсказывайте какой 4 вектор включает себя частоту и как-то учитывает направление движения то есть нем векторные некий вектор который содержит информацию направление движения ну как вам до к это что волновой вектор да то есть надо как бы волновой вектор включить состав какого-то четыре вектора вот вот вам небольшая аналогия как связанные импульс и волновой вектор помните квантовой механики внезапно давайте начнем с ашами гатор с секунду начнем ашами га раз вы его вспомнили ашами га это что энергия так еще вы что сказали аш ашка ну тут масса же нет это же фотон а по равно просто ашка вот теперь помним 4 вектор который содержит энергии импульса в качестве компонент это 4 импульс подставим это сюда значит получается аш я сразу выношу она везде по появится омега на ц извините к видите у нас поставил некий новый 4 вектор который содержит частоту и волновой вектор в качестве своих компонент ну логично его назвать 4 волновым вектором да потому что обычно по пространственной части называют вот назовем его каи то я равно начатом мега на c к 4 волновой вектор очень удачно что это как раз 4 вектор мы его можем преобразовывать и мы будем видеть и как меняется частота и как направление движения луча меняет вот есть еще один интересный момент такой вот если мы так кто-нибудь помнит чему равна длина волнового века 2 пина лямбда а если в терминах частоты она равна вот этому прямо то есть от 2 пиню на 2 пиню это омега значит омега на c замечательно но если мы напишем вот например пи пи то ну и во первых из общих соображений чему равен квадрат 4 импульса кто помнит да ну а квадрат в итоге массе в квадрате равен да да mc квадрат квадрате с одной стороны с другой стороны если мы вот оттуда его вычислим это так сейчас аж квадрат а и к и там и вот п как ашка определили вот или аж квадрат омега на c в квадрате минус к в квадрате но это же получился 0 у нас то это 0 но как так получается что маска квадрате она же 0 так разве может быть тут надо вспомнить о каких частицах мы говорим мы же говорим о фотонах а в них масса чему равна она как раз равна нулю так что мы получили вроде все правильно вот значит в 4 векторе 4 волновом векторе мы в принципе можем сразу писать так к это равно давайте в виде столбца теперь напишу ну или также напишу на что мига на т запятая омега на c где n это вектор направления единичный да то есть мы здесь теперь учли что длина волнового вектора тоже равна омега на c или омега на c единица n вот вот 4 волновой вектор фотона ну или точнее фотон не хочется говорить волн электромагнитной волны так мы теперь зеркало теперь зеркало лучше мы это оставим я сейчас сюда перепишу а то очищу то есть итог итог к это равно омега омега на c 1 , вот это можно уже перещелкнуть значит теперь что нам нужно нам понадобится значит у нас 4 векторы но какие компоненты нужны временная нужно чтобы делать преобразование лоренца x и y нужны z не нужно значит у нас н будет включать в себя x и y компоненты вот у нас есть угол тета изначальный мы н проектируем через синус косинус на оси x и y вот и потом надо сделать преобразование лоренца в движущуюся систему с зеркалом посчитать как поменяется волновой вектор 4 волновой вектор при этом потом применить закон отражение посмотреть как там вот какие компоненты волнового числа меняют волнового вектора меняются преобразовать и потом сделать обратное преобразование лоренца и сказать что а вот мы получили в четыре волновой вектор уже в исходной системе собственно вот весь план решения матрицу лоренца напомнить ну если что напомню есть желающий перемножать матрицы на столбцы давайте гамма минус бета гамма минус бета гамма гамма только вот минус наверное зря подсказал потому что у нас же скорость равна минус в то есть если теперь скорость как минус в подставить то получится как раз плюс бета гамма да у нас просто зеркало движется навстречу так получилось так что давайте в этот раз лоренца так запишем собственно здесь стоит волновой вектор значит мы n это единичный вектор направления модуль это омега да просто как произведение единичного вектора на длину вектора здесь я не знаю сейчас а вот этот квадрат что ли квадрат но с одной стороны 4 импульс равен mc в квадрате mc квадрат в квадрате кстати я тут опять нарушил давайте здесь можете мне значит это прикрыть и написать здесь c квадрат да я что-то в энергии привык писать вот теперь все правильно с другой стороны квадрат или так тоже они отдавайте вот этот тест отрем и здесь квадрат потрем вот так вот будет совсем правильно вот это все сотрем и вот здесь вот квадрат тоже вечно а значит с другой стороны мы можем вычислить это как квадрат вектора ну п равно а шкау мы так определили значит h квадрат к и к и и потом я просто вычислил вот квадрат вот этого вот четыре вектора получился поскольку к равно омега к получился 0 да но получается просто то что масса фотона равна нулю давайте потом r все-таки так как бы вручную проведем преобразование отражения то есть мы скажем что такие-то компоненты волнового вектора не меняются можно это виде матрицы представить но все-таки потом но хотя можете и записать смотрите значит при отражении чистота не меняется значит первая компонента единичная до теперь x компонента что делает значит x компонента помножается на минус единичку да а y компонента какая была такая остается вот она значит вот и вот она одинаковая проекция значит снова единичка все вот преобразование отражения такое специфическое а мы четвертого компонента писать не будем можете не писать чтобы везде была размерность кстати чтобы везде была размерность три на три мы и лоренца должны наверное дополнить для этого надо сообразить в каком направлении у нас происходит преобразование лоренца она всегда задействует время и какую-то координатную ось ну ту в котором в которой движется у нас по иксу движение значит надо по игреку дополнить блоком единичной матрицы тогда бы вот здесь были тогда бы бета-гаммы были вот здесь вот там где пересечения значит время это как бы компонента номер 0 а y это компонента номер 2 то есть 0 0 0 0 2 2 0 2 2 вот эти компоненты были бы такой этот квадрат и разреженные вот такой бы получился на совершенно верно перемножки в обратном порядке преобразование которое происходит с волновым вектором при отражении с четыре волновым вектором причем при отражении в собственной системе координат зеркала да мы же туда перешли вот значит при отражении мы знаем что чистота не меняется соответственно как бы нулевая компонента где чистота она единичкой ну никак не преобразуется теперь их компонента волнового вектора вы видите здесь она так направлена при отражении она в другую сторону здесь она минус единицу домножает к их к y не меняется да здесь вертикальная остается компонента вот то есть закон отражения он определяется вот такой матрицей 1 минус 1 1 заметьте что матрица отражения вот если бы ее не было чтобы мы получили в результате если бы не было матрицы отражения единичную а тут матрица отражения немножко подпортила исходную матрицу да тут минус поставила че куда но вот сюда поставила в результате единичка уже не получится ну вот это вот кстати единичка да а нет это не единичка там минус а тут плюс да это не единичка ну ладно потом гаммы можно будет расписать если бы тут еще затирание с помощью пальца сделали они красный цвет у этой доски вообще не было вот чтобы вот так вот она стирала и кстати интересно вот она так делать смотрите то есть она как-то поэтому радар кросс-секшен вычислил течение рассеяния все теперь буду требовать чтобы меня всегда семинары были в каких аудиториях многие возрастные преподаватели они опасаются таких предметов надо этим пользоваться замечательно значит вот вы преобразование вывели на какой вектор действует это преобразование ну на вектор 4 волновой вектор исходной волны вот он перемножил вот эти две матрицы он вот эти вот элементы видите вот это 1 минус 11 приводит к тому что вот эти на минус единичку домножается вот вот значит нам надо теперь записать 4 вектор на который действует это преобразование но стоит соответственно это 4 волновой вектора вот этой падающей волны значит ну омега на c понятно так вот омега на c понятно теперь н надо записать через косинус тета и синус тета потом на этот вектор надо будет помножить вот эту матрицу прям можете даже вот здесь если хотите записать а н это единичка просто косинус тета и синус тета вот ну и омега c это общий множитель там да вот это волновой вектор падающей волны когда мы помножим вот эту матрицу на этот 4 волновой вектор мы получим 4 волновой вектор отраженные волны от движущегося зеркала вот ну если хотите можете просто вот эту штуку вот здесь прям записать и сказать что это там омега штрих на c давайте вот сюда допишем то есть допустим вот у нас матрица такая вот при применю преобразования стирания значит вот вот она матрица такая не только справа надо помножать это это разное вот прям видите какая возможность вот а в результате мы что получаем такую же штуку но омега со штрихом и тета со штрихом только единственное ну сейчас напишите единственное давайте еще вот что учтем здесь их компонента в другую сторону направлена давайте этот минус сразу искусственно пишем чтобы ну просто значит это получится там и минус там тот это который принято то есть это штрих он вот так измеряется они вот так вот правильно вот ну замечательно осталось если мы вычислим здесь первую компоненту то мы получим омегу штрих а если мы вычислим вторую и третью и друг на друга поделим то мы получим тангенс тета штрих а вот как можно действовать ну давайте вот здесь затрем с доски и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Да, да, спасибо, это без корня. Так, это был Высоких Дмитрий, да, первый? Значит, применяем инкремент. Сейчас, они, напомните, как вас зовут? Я вам уже поставил. Да, подрешал. Ага, подрешал Антон. У вас второй выход, да? Да. Ну вот, выходы к доске, это полезно еще и потому, что я вас запоминаю, когда вы выходите. Так, значит, это мы сейчас дорешаем. Да, конечно. Можно было получиться на... Да, но это положительное бета соответствовало бы отодвиганию зеркала, и там бы частота уменьшалась. Я-то, ну, вы не говорите, что я положительное просто не веду, чтобы это имели справедливость. Да, конечно, можно. У меня еще не получилось. Не получилось, но это, я думаю, туда вмешалось еще одно дополнительное преобразование. В те матрицы еще какое-то преобразование, неравное единичной матрицы у вас. Ну, бывает, ничего, путанная задача немножко. Хорошо. Вот, ну и... Ну, в принципе, знаете что, давайте уже не будем доводить. Вот, давайте допишем так, значит... Да, а, в синус это разница в синус это 3. Да, синус это равен синус это штрих, а косинус это штрих. Ну, вообще, можно дописать, да, тут не бог весть, чего осталось. Да, так, косинус это штрих. И если поделить синус на косинус, то получится, то как раз омеги сократятся. Вот уже частоту и угол. Да, то есть закон отражения от движущегося зеркала состоит в том, что и угол меняется, еще и частота меняется. Это, кстати, эффект Доплера. Дело в том, что отражение это результат излучения током, который возбуждается в зеркале. Ну, чтобы вам интереснее было. Еще и тогда и формулу аберрации можно добавить, и вообще будет полный комплект тогда. Аберрации. Аберрация, изменение угла, да, вот как раз изменение угла. А, вот так. Да, 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 вот так, конечно. А, и там. Да, и там. И потом их поделить надо друг на друга, и будут тангенсы. Значит, ну и вот тангенс тета штрих равен тангенс тета умножить на вот это. Вот, то есть это, в принципе, эта задача, это просто эффект Доплера и эффект аберрации. Это, в принципе, эта задача, это просто эффект. Вот дистанционщики прислали тесты. Хорошо. Прислали, проверю. Ну, собственно, почему? Там тоже тангенс, наверное, здесь будет. Тут же тоже синус поделится на... А, здесь нет кости. Все, согласен. Синус и косинус. Спасибо. Давайте. Так, ну и у меня 9 минут. Я попробую понадкусать очередную задачку, потому что она в тему сегодняшней лекции. Задачка очень простая. Называется «Порог реакции». Вот сегодня у нас была тема про столкновение частиц, и мы с вами выводили такую вещь, как «Порог реакции». Ну, рассмотрим какую-нибудь вот реакцию, например, приведенную в задачке 8. Сталкиваются два электрона, точнее, один из них электрон, а другой позитрон. И получается два миона. Мион и антимион. Мионы намного тяжелее электронов, поэтому если электроны потихоньку подойдут друг к другу и столкнутся, то ничего такого не будет. Понятно, что нужен запас энергии, который позволит перекачать кинетическую энергию электронов в массы мионов. Причем большой запас энергии. Вот. Но возникает вопрос о пороге. С какими энергиями надо разогнать электроны, чтобы получились мионы? При этом вопрос не такой простой, потому что, например, один электрон будет покоиться, другой будет налетать, центр масс движется, и вот это движение центра масс, оно не перейдет в массы мионов, потому что оно сохранится. Импульс центра масс никуда не девается из-за закона сохранения импульса. Вот. Чтобы все это учесть, пишут уравнение условия центра масс. Значит, оно получает следующим образом. Сначала записывается 4 импульс частиц. ПИТа электрона плюс ПИТа позитрона электронов. И в силу законов сохранения энергии импульса, это такая же сумма для мионов. ПИТа миона, антимиона плюс ПИТа миона. Ну, извините за индекс индекса, но мне кажется, так удобнее все-таки. Вот. Значит, но это еще не все. Значит, чему соответствует порог реакции? Ну, наверное, тому, что энергии как раз хватило, чтобы образовать эти мионы. То есть, они должны быть неподвижны. Но в какой системе они могут быть неподвижны? Да, в системе центра масс только. Вот. А вот центр масс, он, ну, если он исходно двигался, то он и дальше двигается. Вот. И чтобы перейти по-простому в систему центра масс, пишут как раз квадрат. Вот это обозначим как П большое ИТ исходных частиц. Это как П большое ИТ получившихся частиц. Значит, теперь, если мы захотим понять, что происходит в системе центра масс, мы запишем, что П ИТ мионов, П ИТ, извините, так, вот так вот запишем. Это инвариант, который не зависит от системы отчета. П-штрих ИТ мионов, П-штрих ИТ мионов. Вот это вот было в лабораторной системе отчета, вот это было в системе центра масс, в системе центра инерции. Вот. Теперь посмотрим, значит, отлично. Мы знаем, что в системе центра инерции эти самые мионы не двигаются. Вот это наше условие, что они образовались неподвижными в этой системе. Значит, как тогда выглядят их четыре импульса? Вот я пишу штрих. Это значит, что в системе центра масс я уже пишу. Значит, импульс сразу пишу ноль. Мы договорились, что мы сидим на пороге, то есть нету движения. Значит, импульса нету, А, энергия чему равна, если импульса нету? НС квадрат. Значит, замечательно. Масса миона, С квадрат. Вот. И аналогично, ну, это у обоих так. То есть хоть плюс, хоть минус. У них одинаковые четыре импульса. У них масса одинаковая, импульсы равны нулю. Замечательно. И тогда вот этот квадрат мы легко вычисляем. Он равен, значит, ну, сумме масс. Так, мне надо еще написать, не буду перепрыгивать, сейчас, значит, напишу последовательно. Тогда в суммарный четыре импульс, ну, со штрихом, значит, в системе центра масс. И это для мионов. Это сумма двух таких одинаковых четыре импульсов. Это 2МС квадрат 0. Вот. А, соответственно, квадрат вот этого, П штрих ИТ ню, П штрих ИТ ню. Это просто вот, значит, 2М неона Т квадрат в квадрате. С другой стороны, зачем нам сдался этот квадрат? А он равен, так, да, правильно. А он равен, значит, вот цепочка равенства. Вот тот квадрат равен квадрату этих же векторов в не штрихованной системе отчета. То есть, с другой стороны, он равен П ню И, П ню И. Заметьте, что это без штриха. Значит, это вот СЦМ. Это без штриха, то есть, это ЛСО. И с третьей стороны, эта штука равна силу равенства самих 4 импульсов, равна квадрату 4 импульса электронов суммарному. П и Т электронов, П и Т электронов. Ну, двух электронов вместе. Вот. Да? А, да. Спасибо. Вот. А допустим, про электроны, ну, там будет две постановки рассматриваться. Про электроны мы знаем кто? Ну, знаем все. То есть, мы знаем их энергии и их импульсы. И просто в явном виде запишем. Значит, П большое ИТ электрона равно энергия электрона плюс энергия позитрона. Ну, и чтобы быть правильным, поделю на С. И здесь, соответственно, импульсы. П электрона плюс П позитрона. Вот. Значит, ищем квадрат вот этого 4 импульса здесь. Значит, будет энергия электрона плюс энергия позитрона в квадрате делить на С квадрат минус П электрона плюс П позитрона в квадрате. Вот я за 30 секунд до окончания обвожу вот это вот в рамку и фотографирую. И в следующий раз мы начнем вот ровно с этого места. Значит, вот смотрите. Мы вывели условия порога реакции из тех соображений, что у нас мионы образуются неподвижными. То есть у них такой простой квадрат 4 импульса. Вот. И мы его приравняли к квадрату 4 импульса исходных электронов. Но пока мы не сделали никаких предположений о движении. То есть с какими энергиями и импульсами двигаются электроны. В следующий раз мы рассмотрим два варианта. Электроны сталкиваются навстречу. И один неподвижен, другой на него налетает. Пока все. Тогда до следующего раза. Продолжение следует.